бусинка бусинка расскажи мне пожалуйста когда мужчина с женщиной идут в детский дом они там ребенка выбирают я думаю что они по фотографии смотрят если ребенок понравился то они идут знакомиться хорошо а на фотографии они на что смотрят что там нравится или не нравится я хочу сказать образ выглядит кожа волосы брови ресницы пятки руки то есть мы тебя выбирали по фотографии можно сказать да ты сам красавица да я везде красавица я королева и везде красавица всем снова привет от семьи в к сегодня обещанная тема о критериях выбора ребенка по большому счету если быть откровенной я еще не очень представляю чем буду говорить потому что этот вопрос всегда меня вводил ступор я не являюсь фаталистом однако придерживаясь той теории что мы не выбираем своих детей но все получается как-то само по себе но при этом фактор личного участия происходящих событиях конечно же никто не отменяет поэтому на нем и предлагаю сделать акцент и так что мы можем выбрать количество детей пол национальность сопутствующие заболевания состояния здоровья возраст ребенка давайте по порядку с количеством детей все более или менее понятно большинство из нас ориентированы на одного ребенка по вполне очевидным причинам единственное что я бы порекомендовала когда вы службы по делам детей будете писать заявление и указывать кого вы мечтаете видеть своей семье напишите плюс одного ребенка сиблинги значительно увеличивают количество потенциальных девчонок и мальчишек которые могут стать вашими детьми кто знает может быть вы настолько влюбитесь в очаровательного белокурова мальчугана что вас не остановит его сестра подросток которая тоже может стать вам замечательной дочкой или вполне может сложиться ситуация что вы будете настолько влюблены девочек близняшек что наличие у них младшего братишки будет вам только плюсом я не говорю о том что вам тут же надо всем бежать и искать на одного ребенка больше чем вы планировали или просто ни одного ребенка я говорю о том что надо дать себе шанс расширив коридор возможностей с полом вопрос тоже более или менее понятный рекомендации все та же не ограничивайте себя ваша мечта голубоглазые блондинки может ничуть не померкнуть если вместе с ней в доме появится высокие белокурый парень который станет вашим сыном а надежды на сына красавца помощника могут только выиграть от того если рядом с ним будет девочка хохотушка не ставьте себе рамки расширяйте свои возможности конечно же при условии что для вас это не принципиальный вопрос с национальностью вопрос немножечко посложнее мы можем безгранично верить себя в свои силы и в то что мы лишены всяческих предрассудков не глядя соглашаться на мальчика мулата или девочку с монголоидными чертами лица однако по факту убеждения что все мы одинаковые не всегда достаточно будьте готовы к тому что с такими детьми вы всегда будете в центре внимания будете привлекать взгляды это неизбежно и это не всегда просто будьте готовы к тому что вам будут задавать регулярно будут задавать неудобные вопросы и кроме того не опускайте из виду тот факт что вполне вероятно вам потратиться придется потратить немалую сумму средств на работу психолога с вашим ребенком который поможет ему справиться с вашей разностью это тоже важно медицинская история ребенка настолько обширная тема что они вообще можно говорить часами моя рекомендация при этом остается прежней и неизменной не ставьте себе слишком тесных рамок не загоняйте себя в угол с формулировкой хочу здорового ребенка вы вообще никогда не найдете себе сына или дочь потому что в детских домах априори нет таких детей я бы рекомендовала не думать о том что вы хотите мой совет сконцентрироваться на том что вы не примете или с чем вы не справитесь ни при каких обстоятельствах ну вот например в моем случае это психиатрические заболевания я знаю что я не справлюсь я не смогу жить рядом с человеком с психиатрическими заболеваниями а моя знакомая например при этом уже больше десяти лет воспитывает достаточно сложного мальчика с моей точки зрения очень сложного мальчика но она счастлива в своем материнстве искренне считает что ее сын самый замечательный и чудесный сын во всем мире есть масса заболевания которые страшны больше на бумаге когда начинаешь вникать в тему изучать вопрос понимая что с этим можно жить строить будущее и даже быть счастливым поверьте человеку который стал мамой для двух девочек с особыми потребностями что еще практически у всех детей системы есть задержка психического и речевого развития будьте готовы к тому что в списке длиннющие в списке диагнозов вы встретите такие штуки как плоскостопия рахит анемия различные дерматиты в общем то это все те заболевания те диагнозы которые страшны скорее общем видом вот в этом длиннющем перечне а по сути является всего лишь одной из задач который придется решать когда ребенок будет дома про возраст детей которых мы принимаем семью я хотела бы поговорить немножечко подробнее поэтому эту тему оставим на следующую неделю сейчас хочу сказать что мы с фондом рената ахметова считаем что все дети должны жить в семье поэтому я еще раз прошу вас настаиваю напоминаю акцентирую внимание не ставьте себе жестких узких рамок не рисуйте конкретный портрет ребенка который появится у вас семье дайте шанс богу случаю судьбе обстоятельствам моим словам или тому во что вы верите немножечко вам помочь до встречи через неделю